Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада представить вас на своем канале. Сегодня у меня будет небольшое видео о моем заказе из магазина Заботливый, который я получила в преддверии 8 марта. Также, так как это видео будет опубликовано перед праздником 8 марта, хотелось бы в этом видео поздравить вас, дорогие мои девочки, кто на меня подписан, кто первый раз оказался на моем канале, с кем я общаюсь на YouTube, блогеры, девочки. Всех вас я хотела бы поздравить с праздником весны 8 марта, пожелать вам любить и быть любимыми, будьте счастливыми, будьте здоровыми и чтобы вас всегда сопровождал успех. Помните, что весна это период обновления, это весну проведите с пользой для себя, для своей красоты. Всегда улыбайтесь, ведь улыбка больше всего украшает женщину. Возвращаясь к теме видео, расскажу вам о своем заказе, своих впечатлениях об этом интернет-магазине. Сразу хотелось бы отметить, что актуальна информация для жительниц Санкт-Петербурга, потому что магазин находится именно в Санкт-Петербурге, поэтому доставка происходит очень оперативно, буквально на следующий день я получила свой заказ. Также мне очень понравился сервис в этом магазине, очень дружелюбный персонал, отвечают сразу же на все вопросы, решают все какие-то небольшие сложности. Поэтому настоятельно рекомендую вам этот интернет-магазин для ознакомления. Там можно найти очень много интересных брендов, с которыми как раз-таки я впервые познакомилась. Также там есть такие бренды, как Клеона, как Мастерская Олеси Мустаевой, то есть бренды, которые гремят в последнее время на YouTube, которые интересны и действительно стоит попробовать. Поэтому давайте я уже расскажу о своем заказе, о тех продуктах, которые я получила. Как вы видите по моей улыбке, я бесконечно ими довольна и стремлюсь с вами ими поделиться. Начать мне хотелось бы с бренда Клеона, я уже знакома с ним, с их продуктами, и они мне очень нравятся. То есть есть какие-то продукты, которые мне не подошли, но я не исключаю такого варианта, что многим девчонкам они нравятся. На этот раз у меня была маска для сухой кожи от Клеона. Это интенсивно восстанавливающая маска с молочными протеинами, липой и календулой. В общем-то она мне чем-то напомнила мою маску, мой мастхэв, овсянка тоже от Клеона. Там маска скраб идет, она с овсянкой и со сливками с водорослями. Здесь в общем-то она даже внешне также похожа, это тоже сухая маска, которую нужно разводить кипятком, наносить на лицо на 15 минут и смывать теплой водой. В общем-то мне эта маска понравилась, то есть я ей, естественно она ничего не скрабирует, там нет именно вот этих вот скрабирующих частичек мягких. То есть она совсем-совсем такая как кашистая, очень мелкая, такая получается как каша с травами. Вот она конечно тоже очень приятного болотного цвета, я просто пугаю всех домочасов в этой маске, даже коты меня боятся. Ну в общем так, мне нравится, что эта маска делает кожу очень мягкой, очень приятной, бархатистой, очень хорошо борется с какими-то шелушениями на коже, напитывает кожу. То есть такая очень хорошая маска, которая подойдет именно на весну, потому что кожа очень усталая от зимы, кожи не хватает витаминов, не хватает солнца, над ней начинается шелушение, воспаление. А эта маска именно такой вариант восстановления кожи после зимней спячки, поэтому я вам ее рекомендую. Следующий продукт от Клеона, который мне тоже понравился, это натурально-интимное мыло, Миноорганика для ежедневной гигиены, PH здесь 4,2-4,8. Здесь содержится молочная кислота, экстракт алоэ вера. На 99% здесь органическая формула, объем большой, хороший, 200 мл. Мне нравится, что здесь именно такая помпа, это очень удобно именно в концепции данных продуктов для интимной гигиены, мне удобнее именно когда продукты именно с помпой. Мне это мыло очень понравилось, во-первых, у него абсолютно нет никакого запаха, меня всегда настораживает в таких продуктах запах, какие-то отдушки, какие-то красители, что-то в этом роде. Во-вторых, он абсолютно бесцветный, прозрачный, хорошо мылится, не прям уж как бы от него там на всю ванну пены, но все-таки мылится. Мне хватает для тех целей, для которых я использую. Мягкое средство, ничего не сушит, тоже очень-очень советую. У меня, в принципе, очень сложно мне подобрать средства для интимной гигиены, и это средство мне подошло, мне оно очень понравилось, поэтому я тоже его советую. Следующий бренд, о котором бы мне хотелось рассказать, это мастерская Олеси Мустаевой. Это тот бренд, с которым я очень хотела познакомиться после всех нашумевших коробочек Ирэн Влади. Очень она расхваливала продукты от Олеси Мустаевой, поэтому я прям вот очень хотела протестировать их. И в заказе у меня был шоколадно-кофейный скраб с фукусом. Он подтягивает, тонизирует кожу, выводит токсины из кожи, разглаживает ее, усиливает антицеллюлитный эффект и подготавливает кожу к нанесению крема. То есть, как нам заявляет производитель. Что я могу отметить про этот скраб? Во-первых, меня удивило немного, но мне очень понравилось, что он достаточно сухой. Ну, в общем-то, он ничего не дерет, не царапает. То есть, здесь есть и частички сахара, здесь кофе молотый. Пахнет безумно круто кофе. Очень хорошим, качественным молотым кофе. Очень классный скраб. Это первый кофейный скраб, который не превращает мою ванну в какой-то адовый ужас. Это первый скраб, после которого не надо часами отмывать ванну от кофейного на лед. Это первый скраб, после которого реально ванна чистая, я довольная, красивая и все счастлива. И на самом деле я очень советую этот скраб, потому что скраб, с одной стороны, дает очень качественное очищение, во-вторых, за счет того, что он именно такой сухой по текстуре, его нужно очень мало, он такой как... Я не могу сказать, что это слово правильное, что он концентрированный, но действительно, его нужно очень мало, чтобы отскрабировать полностью кожу всего тела. Он очень хорошо массажирует именно кожу, он очень хорошо отшелушивает. Кожа безумно гладкая, очень мягкая, после него очень приятный скраб. Я не знаю, что там с антицеллюлитным эффектом, мне, конечно, хотелось бы верить, что попа моя будет как у младенца после этого скраба, но мне очень нравится этот скраб. Это просто вот за последнее время из всех скрабов, которые я пробовала, вот этот скраб меня действительно поразил. Я, конечно, знаю, что я прям фанат скрабирования своего тела, но вот из всех последних действительно вариаций на телу, которые я пробовала, вот этот скраб я действительно могу советовать просто всеми руками и ногами, потому что он дает качественное очищение, абсолютно не царапает кожу, он очень приятный в использовании, после него не надо отмывать ванну, и вообще он обалденный, и у него классный запах кофе, который пробуждает по утрам. Следующий продукт это крем для ног смягчающий и заживляющий. Мне не понравилось, к сожалению, что здесь очень небольшой объем, 45 мл, но, в общем-то, можно, во-первых, брать это с собой на отдых куда-то, или там кинуть в сумку, в общем-то, если вы носите с собой крем для ног в спортзал, в общем-то, с этими целями это удобно будет, и, то есть, как минус это нельзя считать. И отдельно просто я хотела бы отметить дизайн этого крема, потому что мне безумно-безумно-безумно понравилось, как он выглядит. Здесь матовая этикетка, и на ней глянцевые лапки. Господи, как это мило, как это круто! Что касается самого крема, он обалденный, он очень крутой, и вот как со скрабом, скраб меня удивил и поразил, здесь меня поразил крем для ног, действительно, как бы это смешно ни звучало, это первый крем для ног, который я реально, вот, о котором захотелось мне рассказать вам, потому что крем для ног действительно очень смягчающий и заживляющий, во-вторых, он не жирный, не противный, после него можно сразу одевать ту одежду, которую вы хотите одеть там на работу или еще куда-то, то есть, это не вариант такой, когда вы намазываете чем-то жирным ноги, вам нужно одеть носочки, чтобы ничего не испачкать, нет, он мгновенно впитывается, очень хорошо увлажняет, ухаживает за кожей, и вы можете мгновенно одевать те вещи, которые вы хотите, очень хорошо работает на пяточках, очень хорошо смягчает на топтыше, также мне понравилось, как он работает на кутикуле, которая вокруг пальчиков, очень классный крем, действительно, крутой-крутой-крутой крем, поэтому я его очень советую. Последний продукт от Олеси Мистаева, это масло для умывания, розовое дерево, уже неоднократно признавалось вам, то, что мое самое любимое средство для снятия макияжа, это гидрофильное масло, я обожаю гидрофильные масла, я постоянно их тестирую, и это гидрофильное масло очень круто, здесь опять-таки небольшой объем, 50 мл, но, по-моему, можно на сайте заказать и 100 мл, оно очень экономичное, то есть, за неделю использования, я использовала где-то, наверное, 1,5 упаковки, если не меньше, то есть, оно очень концентрировано, его нужно очень немного, здесь хороший дозатор, помпа, то есть, выглядит очень классно, красиво, действительно, классно это все смотрится в ванной, во-вторых, действительно, он функциональный, он не плюет, а с 2-3 нажатия он дает столько средств, сколько вам надо, и у средства потрясающий аромат, и я не могу сказать, что у меня этот аромат ассоциируется с розой, но больше всего он у меня ассоциируется с каким-то хамамом, с восточными маслами, пряностями, обалденный аромат, очень расслабляющий, вот прям какая-то ароматерапия на ночь глядя, очень крутое масло, оно очень хорошо растворяет весь макияж, хорошо очищает, не оставляет ни тональный крем, не оставляет тушь на глазах, все хорошо, мягко растворяет и снимает с лица, обалденное средство, просто 5 баллов. Последний продукт на сегодня, это продукт от такой марки, которую я видела сама лично первый раз, Milo Milo, я так понимаю, это марка питерская тоже, производится в Санкт-Петербурге, у меня взбитые сливки влага алоэ, то есть это действительно смесь масел, которая взбита, то есть она в общем-то не тает при комнатной температуре, то есть как плотный такой крем, когда вы берете на руку, это какое-то вот такое очень нежное взбитое суфле, оно тает на коже при нанесении, обалденное средство, потому что, во-первых, это очень хорошие питающие масла, то есть это вот то, что надо после душа, после ванны вечером, очень хорошо напитывает кожу, увлажняет кожу, очень хорошо заживляет какие-то ранки на коже, то есть это средство действительно очень хорошо работает, там после эпиляции, после каких-то вот таких вмешательств, скажем, так можно с данным средством делать массаж, потому что они так быстро впитываются, все-таки это масла, я очень хорошо прорабатываю все-таки свои проблемные зоны вместе с этим продуктом, также хочется отметить, что здесь помимо масла ши, алоэ вера, масла авокадо, масла зародышей пшеницы, то, что увлажняет и питает кожу, здесь также содержится ментол и эфирное масло мяты, это продукты, которые приводят кожу в тонус, поэтому я надеюсь, что с этим средством у меня реально будет любовь-любовь, и оно мне сделает кожу немного плотнее, и решит какие-то мои проблемы с супругостью кожи, пока что я, конечно, этого не заметила за неделю, но, в общем-то, как показывает практика с такими продуктами, они очень хорошо подтягивают кожу, также мне нравится, что это именно такой вот очень приятный, очень хороший холод, то есть кожа как будто обдувается легким ветерком, не более того, то есть нет такого ядерного холода, очень неприятного, очень колкого, я спокойно могу дальше заниматься своими делами, у меня нет такого чувства, что у меня просто заморожены все ноги, очень-очень классные сливки для тела, тоже вам советую попробовать эту марку. Вот такие приобретения у меня были в магазине Заботливый, все ссылки на магазин, на их группы ВКонтакте, на их Инстаграм, также на все продукты я оставлю для вас в инфобоксе, также, что касается сервиса в магазине, дополнительно к моему заказу, они мне предоставили небольшой подарок, это крем для лица от марки Клеон, из серии Овсянка, для сухой нормальной кожи, в таком вот милом оформлении, я пока что не пробовала, потому что у меня действительно сейчас много средств, которые я тестирую для лица, и возможно я возьму куда-то в дорогу этот маленький крем, резюмируя все вышесказанное, очень вам советую магазин Заботливый, очень вам советую попробовать у них и Клеона, и мастерскую Олеси Мустаевой, также советую вам Мила-Милу, марку новую для меня, я думаю, что и для вас, все продукты мне понравились, я очень довольна, поэтому советую вам магазин, советую вам посмотреть, приглядеться к этим продуктам, также хотелось бы отметить, что в магазине проводятся интересные акции, скидки, обязательно заходите на вкладку, и смотрите, какие на данный момент актуальные предложения есть, и все, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, также обязательно подписывайтесь на меня в Instagram, в Periscope, там вы точно ничего не пропустите, и там я постоянно в режиме онлайн, что-то публикую, что-то рассказываю, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы те продукты, о которых я вам сегодня рассказала, пробовали ли вы марку Клеона, продукты мастерской Олеси Мустаевой, или же марку Мила Милу, какое у вас о них сложилось мнение, что вы можете посоветовать мне, и все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео, пока-пока!